Добрый вечер, дорогие друзья! Я, доктор Джордж Горбатов, заканчиваю сегодня чтение двух последних глав из книги профессора физиологии в Нансийском университете Бони под названием «Гипнотизм. Физиологические и психологические исследования». Второе русское издание «Санкт-Петербург, 1898 год». Две последние главы называются «По поводу пузыря, вызванного внушением» и «Несколько слов о школе Нанси». Обе главы написаны автором этой книги Бони. Итак, по поводу пузыря, вызванного внушением. По поводу пузыря, вызванного внушением. Смотри страницу 34. Господин Феррари, секретарь общества физиологической психологии, отыскал в одном журнале, посвященном магнетизму, за 1840 год сообщение о совершенно аналогичном случае, который он и сообщил мне. Вот этот случай. Доктор Эль Преяльмини в Пьемонте сообщает нам о новых фактах относительно «Самнамбулы и Бава», о которой была уже речь в предыдущем номере ноябрь 1840 год. Считая нужным для уничтожения всех следов прежней болезни Бавы предписать ей употребление нарывного пластыря, я составил его. «Отгадаете ли из чего?» Вопросительный знак. Просто, напросто, из бумаги, на которую я написал рецепт, и которая, будучи приложенной, произвела желаемый результат. Во время ее самнамбулического состояния я предупредил ее о необходимости этого средства, и она согласилась на него. Но когда после ее пробужения я сказал ей, что приложу ей коже только бумажку с рецептом, она ответила, что это не произведет никакого действия. Однако она позволила мне произвести опыт, и, как я уже сообщил вам, он вполне удался. Все дело произошло таким образом, как будто был приложен обыкновенный нарывной пластырь, и даже лучше этого, ибо язва гноилась 10 или 12 дней. Затем я счел нужным повторить опыт, чтобы лучше ознакомиться с этим явлением. На этот раз знаменитый врач, господин де Бонни, то есть автор этой книги, не только захотел присутствовать при опыте, но дал даже бумагу, половиной которой он сам приложил рядом с другой половиной, приложенной мною и предварительно мной намагнетизованную. Результат не ставил себя ждать. Оба куска произвели одинаковое действие. Мы спросили, сам нам был о причинах этого явления, и она выразила удивление, что мы не понимаем такой ясной вещи. Но оба куска, сказала она, составляли только что, только что один и тот же кусок бумаги, вполне справедливое утверждение, ибо мы разрезали в нижнем этаже бумагу на две части, в то время, как она находилась уже в своей постели на верхнем этаже. Намерение господина Преяльмини, продолжала она, было приложить ей на рывной пластырь, отчего она первоначально отказалась, но затем, наконец, согласилась. Вот, заметьте, что сам нам было говорить здесь о себе в третьем лице. Поэтому она не могла понять, почему на рывной пластырь, будучи разрезан на две или на четыре части, должен действовать всего только половиной или четвертью частью, тем более, что весь кусок прошел предварительно через руки доктора магнитизатора и так далее. Обе язвы сильно гноились. Мы употребили затем ту же бумагу для образования фонтанели. Так как эта фонтанель сильно беспокоила больную, мы вновь привели ее в состояние сомнамбулизма, и она предписала нам приложить сверх кусок шелковой материи. И в самом деле, при помощи этого простого средства боли почти совсем прекратились. Нужно, однако, сказать вам, что прежде, чем указать на лецепное значение, лечебное значение куска шелковой материи, она, будучи многократно спрошена нами о продолжительности ее страданий, отвечала нам, что будет испытывать их еще в течение 14 или 15 дней, и она не ошиблась в своем предсказании. Все это лишний раз доказывает, что магнитизаторы наблюдали большую часть явлений, существования которых мы в настоящее время удостоверяем научно, и что, если некоторые из них представляют публике подозрительную смесь истины и шарлатанства, то зато среди них есть другие лица, добросоведность которых не может быть заподозрена, и опыты которых имеют всего лишь один недостаток, если только это недостаток, а именно тот, что они производятся на театральных подмостках. Закончу эту заметку сообщением о новом опыте Факашона. Факашон – это аптекарь, который проводил гипнотические опыты. Вызвавший у Элизы пузырь посредством внушения, он задался вопросом, нельзя ли сделать обратного опыта, то есть нельзя ли воспрепятствовать нарывному веществу произвести пузырь. Кусок нарывного пластыря был разделен на три части. Первая часть была приложена на левое предплечье Элизы, вторая – на ее правое предплечье, третья – на грудь одного больного, которому нужно было приложить нарывной пластырь. Приложивший пластырь Факашон сказал Элизе, приведенной предварительно в состоянии самнамбулизма, что на левом предплечье пластырь не произведет никакого действия. Это было в десять часов двадцать пять минут утра до восьми часов вечера, и Элиза ни минуту не оставалась одна. В восемь часов вечера повязка была снята, причем сначала убедились, что она оказалась нетронутой. На левом предплечье кожи оказалась неизменной, а на правом предплечье она была красной, и пузырь был неизбежен. И в самом деле, так как оба пластыря были вновь положены на свое место, то спустя сорок пять минут на правом предплечье заметили два пузыря, а на левом предплечье все-таки ничего не было. Что касается той части пластыря, которая брала приложено в госпитале больному, то она через восемь часов произвела великолепный пузырь. Ну и последняя глава – несколько слов о школе Нанси. В настоящее время много говорят о школе Нанси. Одни упоминают о ней с похваловой, большинство нападает на нее. Однако в этом наименовании школа, которые к нам прилагают, есть нечто в точности, не соответствующее действительности. Термин «школа» предполагает собрание связанных и координированных учений, где все согласновано друг с другом. Одним словом, предполагает сотрудничество, при котором все члены разделяют одни и те же идеи. В подобном смысле говорили некогда о школе Монпелье, а теперь говорят о школе Сальпетриера. Публика, которая охотно усваивает готовые этикетки, не заботясь особенно об идеях, лежащих под ними, по-видимому, считает и школу Нанси за нечто подобное, и это делается тем легче, что эту школу противопоставляет как антагониста в школе Сальпетриера. Таким образом, получается две школы. Гиппократ говорит «да», а Гален говорит «нет». Противоречие резко обозначено, положение ясно, а публика любит ясные положения в жизни, как и в театре. Вопрос о вызванном сомнамбулизме находится теперь в таком положении, что мне кажется полезным поискать, что есть истинного и что ложного в этом названии школа и определить, что нужно понимать по тем, что называют школой Нанси. Я не стану делать исторического обзора, который уже не раз был сделан. Я отмечу только главнейшие моменты. В 1866 году господин Льебо обнародовал свою книгу «Сон» и аналогичные ему состояния. Книга эта, как известно, прошла незамеченной. В 1882 году господин Дюнон, лаборант физики, при медицинском факультете, присутствуя при консультациях доктора Льебо, убедился в действительности явлений, которые он наблюдал, произвел сам несколько опытов в Азилле де Марвилле и представил медицинскому обществу в Нанси четырех субъектов, над которыми он проделывал некоторые эксперименты. Впрочем, господин Дюнон не написал ничего по этому вопросу, то есть не опубликовал статей. Господин Бернгайм, директор клиники медицинского факультета, занялся, в свою очередь, этим вопросом и издал в 1884 году работу о внушении, работу, произведущую впечатление, имеющую ту заслугу, что автор, расширяя обозрение Бреда и Льебо, точно определял род внушения в явлениях самнамбулизма. Вскоре затем Льежуа, профессор юридического факультета, имел смелость решительно вступить на стезию, намеченную его предшественниками. Он прочитал перед Академией нравственных и политических наук свой мемуар о гипнотическом внушении в его отношении к гражданскому и уголовному праву. Я сам в 1885 году, то есть Бонни, напечатал два этюда, составляющие эту книгу. К школе Нанси можно также присоединить и господина Фокошона, аптекаря в шармах, в Огезе, вместе с которым я проделал часть опытов, изложенных в физиологической части этого сочинения. Существуют в Нанси еще и другие врачи, занимающиеся этими вопросами. Таков, например, господин Е.Леви, но я говорю здесь только о тех, которых работы вышли определенным изданием. Ссылка. Нужно упомянуть еще о диссертации господина Брюляра, которую он защитил в 1886 году перед медицинским факультетом Нанси. Итак, то, что называют школой Нанси, исчерпывается несколькими именами. При этих исследованиях, предпринятых, предвзятого мнения, с недоверием и сомнением относительно большей части вопросов, мы пришли к результатам сходным в некоторых пунктах. Я укажу в общих чертах на эти пункты согласия. Первое. Наши исследования не подтвердили существование и характеристики тех трех классических состояний, которые были описаны школой Сальпетриэра, то есть Шарковской, Парижской школой. Ссылка. По этому вопросу возгорелась весьма оживленная полемика. Смотри, в особенности ревью философике за 1886 год, номер 11. Здесь не место входить. Подробности спора. Следующее. Второй пункт. Основное значение внушения проявления ксомнамбулизма было указано и поставлено вне сомнения. Третий пункт. В противность общераспространенному мнению было показано, что гипнотический сон вызывается так же хорошо у нормальных субъектов, как и у субъектов истерических, у мужчин, как и у женщин, и что число лиц, способных дойти со сомнамбулизма, гораздо больше, чем это обыкновенно предполагают. Ссылка. Ахарович придумал особенный снаряд гипноскоп, посредством которого он определяет людей, способных к гипнозу. Этот гипноскоп есть не что иное, как магнит, имеющий форму небольшой цилиндрической трубки 5 см длины и 4 см попережники, со щелью, тянущаяся вдоль всей трубки. Северный полюс находится на одной стороне щели, а южный на другой. Гипноскоп надевают на палец, и у людей, способных к гипнозу, развиваются при этом пальцы некоторые явления, как то бегание мурашек, колотё, ощущение тепла или холода. Ахарович не придает значения вопросу, какие именно ощущения при этом развиваются. Были установлены также и более сложные гипноскопы, например, гипноскоп из четырёх подковообразных магнитов. Это ссылочка переводчика Петра Макеевского. Четвёртый пункт. Влияние мозга на органические отправления, неподчинённые воли, при обыкновенных обстоятельствах было показано непровержимым, неопровержимым образом. Пятый пункт. Наконец, я укажу на практические стремления этих исследований, и это, могу сказать, составляет их господствующую черту, практическая, неэкспериментальная. В области медицины исследования Бернгайма и ЕБО показали всю выгоду, которой может получить терапия от внушения и сомнамбулического сна. Они доказали, что в противность мнению многих врачей эти явления могут быть с пользой применены не только при истерии и чисто нервных страданиях, но и при совершенно других болезнях. В области судебной медицины господин Льежуа показал важность этих явлений и необходимость обращать в суде на них внимание под опасением ошибок, которые могут быть тяжелы как для подсудимых, так и для судей. В области психологии я, то есть Бонни, старался доказать, что вызванный сомнамбулизм составляет драгоценный метод опытного исследования нечто вроде духовной вивисекции. Вообще вивисекция телесная, а тут духовная или психологическая или ментальная вивисекция, которая, будучи употреблена с осторожностью, может послужить для решения психологических вопросов. Опыты Льебо, сообщенные на последнем собрании Общества для развития наук, открыли путь настоящей умственной и нравственной терапии. И, быть может, недалек тот день, когда педагогии придется считаться с гипнотическими приемами и когда будет применено то, что по справедливости названо нравственной ортопедией. Ортопедия означает выпрямление членов, а тут улучшение, выправление, исправление, коррекция черт негативных характеров. Таковы, мне кажется, основные черты, характеризующие то, что называют школой нанси и что делает и что дает ей ее единство. Но это только относительное единство и здесь не встречается, как это бывает в настоящей школе, собрание однородных и связанных учений. Напротив, каждый наблюдатель имеет свои собственные идеи и сохраняет свою индивидуальность, и было бы легко отметить глубокие, даже радикальные разногласия, которые их разделяют. У господина Бернгайма свой способ усыпления, и господин Льежево не употребляет тех приемов, какие употребляет господин Льебо. Каждый создал себе мало-помалу метод, который и сделался для него обыденным. У господина Бернгайма не те же воззрения на отношение гипнотизатора, гипнотизуемому, какие у господина Льебо. Господин Бернгайм стоит на чистом внушении и остается непоколебимо на этой почве, тогда как господин Льебо стремится пойти далее, и я со своей стороны убежден, что внушение не объясняет всего, что есть еще нечто другое. Наконец, легко было бы указать на глубокие различия, разделяющие нас, в вопросах нравственных и психологических. Эти разногласия легко объясняются, да без них и невозможно обойтись в науке, которая еще не создана, которая едва только зарождается. Но что у нас общего? Это присущее всем нам сознание важности данных вопросов, вера в будущность этих исследований, глубокое внутреннее убеждение, что этот столь осмеянный метод составляет один из наибольших успехов человеческого ума, одно из драгоценнейших его завоеваний. Я могу только присоединиться к этим последним строкам профессора Бонни. Действительно, несмотря на то, то, что пик увлечения гипнотизмом пройден, хотя я вам хочу сказать, что, скажем так, помимо, я не знаю, как в других странах, но в Советском Союзе он существовал вплоть до, скажем так, середины 90-х годов. Я сам активно использовал гипнотическую терапию. Значит, после середины 90-х годов интерес к гипнозу упал, появились, значит, там он был перебит запрещенным до того психоанализом, но психоанализ сейчас, значит, в нем разочаровались, вообще психоанализ во всем мире испытывает, скажем так, свои худшие времена, свои худшие времена, все меньше и меньше людей интересуется психоанализом, вот, его место заняло когнитивно-поведенческая, когнитивно-диалектическая терапия, другие методы терапии, но все же хочу вам сказать, что часто то там, то тут, такими маленькими очагами, вот, возрождается, возобновляется интерес к гипнозу, появляются отдельные личности, отдельные индивидуумы, которые начинают заниматься гипнозом, причем, значит, считая, что, считая, что это новый метод, преподнося его, как совершенно новую методику, так что, здесь можно полностью согласиться с последними абзацем доктора Бонни, что, в общем-то, гипноз, гипноз, несмотря на то, что интерес к нему, конечно, поутив, уменьшился, он не погиб, он не исчез, и я думаю, что интерес к нему будет периодически, волнообразно, циклически, все время, скажем так, появляться и возрастать. На этом я, доктор Джордж Горбатов, завершаю чтение этих двух последних глав в такой фундаментальной, для конца 19 века, это была фундаментальная работа. Профессор Бонни, прощаюсь с вами, у нас все еще 7 августа 2022 года, местное время 23 часа 37 минут, киевское и московское 24 часа или 0 часов 38 минут, то есть, по сути дела, на Украине или в Украине и в России уже 8 августа, понедельник. Итак, как обычно, традиционно, я, доктор Джордж Горбатов, благодарю всех своих слушателей, зрителей за проявляемый ими интерес и прощаюсь с вами. Спасибо и до свидания. До следующих чтений.